Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси, вы смотрите передачу шикарные позиции, выпуск 42, первое местоположение находится на карте Ласвилд в квадрате Е2 и вам потребуется быстрый танк, желательно с хорошими углами вертикальной наводки. И едете вот по такому пути, конечно довольно сложно тут продвигаться на самый верх, но тем не менее без помощи союзников вы сможете забраться и в принципе на дорогу вы потратите не так уж и много времени, зато сможете без труда стрелять по вражеским танкам, потому что вряд ли они будут ожидать того, что вы тут появитесь и вдруг неожиданно начнете по ним стрелять. Конечно потом противники наверняка сагрятся на вас, но всегда можно троллить, отвлекать, подсвечивать и всячески пакостить. Очень интересная позиция, необычная, но правда стоит отметить, что тут может доставать арта, если она стоит например в квадрате К1 или К2 и тут место очень даже небезопасное. Следующая позиция находится на карте перевал в квадрате F3 и вам необходим очень шустрый танк, а также большой разгон, чтобы заехать вот на эту горку. И позиция довольно своеобразная, она подойдет наверное для того, чтобы обороняться от противников, которые например атакуют по мосту или по какому-то еще направлению, то есть едут к вашей базе и отсюда вы сможете очень даже неплохо дефить, так как тут очень много кустов и можно за счет маскировки даже сыграть. Но конечно стоит отметить, что позиция открытая и если вдруг противники вас засветят, то они без проблем по вам смогут стрелять. В данном случае конечно игроки на легких танках третьего уровня ПЗ-1С ничего не смогли противопоставить противникам, но я думаю например на Хеллкете или еще на каком-нибудь танке с хорошей маскировкой тут можно беспрепятственно расстреливать вражеские танки. И дальше у нас идет еще одна замечательная точка на карте Южный берег в квадрате А4. И обязательно нужен быстроходный танк, а также тут нужен большой разгон, чтобы забраться вот на эту гору. Может с первого раза не получится, сразу предупреждаю, но если постараетесь, то наверняка сможете занять это интересное место. И отсюда вы сможете простреливать огромную территорию, где чаще всего бывают противники, например балкончик, там где камни постоянно светятся противники и вам остается только их расстреливать. Естественно на этом месте крайне важна маскировка вашего танка. Если противники вас засветят, то спрятаться тут будет довольно сложно, но в целом место просто шикарное. Тут можно наносить много урона и на таких читерных танках как Е25 вы скорее всего даже не будете светиться. Ну если конечно противник не подъедет слишком близко. Ну и в целом считаю, что просто шикарно. Далее у нас идет весьма любопытная позиция для обороны своей базы на карте Ласвель в квадрате H3. Вначале вы можете встать сюда для того, чтобы стрелять по противникам, которые давят по правому флангу, например с кишки или из города. Но если вдруг противники начинают давить из ущелья, то есть левый фланг, то отсюда вы сможете также очень даже неплохо обороняться, если встанете вот на это место. Конечно потребуются хорошие углы вертикальной наводки. Также ваш танк должен быть небольшим. И в итоге вы сможете с легкостью накидывать противникам в борта, в корму, в крышу и им будет крайне неудобно с вами справляться. В целом шикарная точка, всем советую. К плюсам также можно отнести то, что тут не достает арта, если она конечно куда-нибудь не переехала. И также тут можно неплохо танковать башней и очень долго держаться. Единственное, что могут предпринять противники, это просто раш толпой. Тогда конечно они смогут вас уничтожить, если вас никто не прикрывает. Ну и в целом просто отличная точка. И последнее интересное местоположение в нашем выпуске находится на карте Виндсторм в квадрате А4. Подойдет в принципе любой средний танк, едете вот в это место и тут вы сможете спрятаться вот за этой горой и будете высовываться для того, чтобы быстро выстрелить по противнику, а потом будете снова прятаться. Таким образом противники вряд ли смогут среагировать, так как вы пропадаете из-за света, только потом выезжаете, даете шот и снова прячетесь. Но правда стоит отметить, что скорее всего тут доставят арта, так что сюда стоит ехать, если ее нету или если вы просто ее не боитесь. Ну и в целом очень интересное место, по моему мнению. Конечно вы тут стреляете издалека, по чужому засвету, но в принципе это даже и безопаснее. К тому же вы видите, куда смотрят противники, сагрены ли они на вас, если нет, то вы можете просто выглядывать в этот момент, когда они отвлечены, давать по ним шот и потом будете прятаться. И на этом все дорогие друзья, спасибо огромное, что вы смотрели. Надеюсь данное видео вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Также хочу поблагодарить ребят, которые отбирают реплеи. Огромное вам спасибо. И до скорых встреч, друзья. Всего вам самого наилучшего. С вами был Маракаси. Пока.